здравствуйте мои дорогие я опять иду на почту сегодня ночью не спалось колобродила вместе с котом ну и как обычно он увидите ремонт идет дворца культуры вот ну и как обычно же если ты хочешь спать утром то тебя начинают звонить все с почты позвонили приезжайте посылка пришла не знаю от кого вот потом сын позвонил поболтали за жизнь в результате я не спавши но поехала за посылкой любопытно же кто прислал не знаю каждый раз приезжаю каждый раз смотрю совы прилетели или нет пока нету мы видим мы еще не зима ой прям такие сюрпризы ольга петровна и даже ничего это самое хоть сообщила бы чего-нибудь ладно девочки будем значит дома распаковывать и вам покажу обязательно спасибо дорогая спасибо ой какой шикарный сидит котяра ой какой ой какой или ты кошечка нет кошечка кошечка иду с посылкой а надо хочу в рыбный магазин очень хочется солененького все говорит есть и силы и воля а вот сила воли нету это про меня а я тут вот по этому переулку ни разу и не ходила вон домища какие как все серьезно у людей ой да А я сегодня первый раз одела ботинки свои красненькие. Ну, в смысле, в этом году. Первый раз. А что-то я про них забыла. Все хожу в серых, хожу и хожу. Потом думаю, у меня же французские ботинки есть. Удобные, как тапочки. Они, правда, как тапочки. С моими ногами в неудобные обуви ходить невозможно. Рыбки она хотела солененькой. Понимаете? Я не могу. Флиску купила. Ну, что у меня? Флисок нет. Ну, купила, потому что она с капюшоном. Я люблю флиски с капюшонами. А дело тепленькое. А теперь стою, Толика жду. Разве можно? Самое главное, что мне надо было в аптеку. И фиг-то я до нее дошла. Ой, женщины, умом нас не понять. Ну что, мои дорогие, я вернулась. Флиску новую одела, померила. с моим любимым английским флагом. Проболтали столиком, полчаса постояли на улице. Ну что, посылка. Сейчас будем открывать. Ой, давно так хотела сделать себе уголочек такой для съемки. Ну, у меня же тут и места мало, и как-то все, все вот, ой, и все у меня коробки, и не пойми, что. Вот. И все-таки вот я додумалась. У меня же балка идет по потолку. Вот я повесила занавесочку, гирляндочку. Вот. И теперь у меня есть место для съемки. Так. Это аж из города Минусинска, Красноярского края. Вы представляете? Господи, где она тут открывается? Маська когти точит там. Сейчас. Сейчас, девчоночки. был такой соблазн открыть, посмотреть. Думаю, нет. Надо по-честному. Ой. Да что ж такое-то. заклеено прям на века. заклеено. Ой, оно еще тут приклеено. сейчас я наклоню, чтобы вам было. Сейчас. господи. господи. пять. Ой, господи. Ой, господи. Ой, Оля! Ой, спасибо! Так, тут письмо есть. Здравствуйте, Любовь Николаевна. Спасибо вам за ваш канал и за ваш труд. Года полтора назад нашла видео «Кашпо цветок». И очень мне понравилось, что всё как-то по-домашнему, без пафоса и нравоучений. Какие люди, такие люди, как вы, вдохновляют творить, что-то делать своими руками. Со школы учили нас «либо сделай на пять, либо не лезь не в своё дело». Нужно пробовать искать силы, не бояться делать. Как говорится, совет для начинающих. Начните! Ой, тут прям целое письмо. Раньше думала, а вдруг не получится, а вдруг никому не понравится. Теперь получаю удовольствие от самого процесса. Вот и правильно, моя дорогая, правильно. Кому там понравится, кому не понравится. Самое главное, чтобы самой нравилось. Спасибо вам за эту мотивацию. Украшения у вас получаются интересные, своеобразные. Ох уж этот мир компьютеров, письма совершенно разучилась писать. Я тоже, я тоже прям вот, ой. Какое-то сумбурное письмо получается. Хорошее письмо. Маленький вам привет из Минусинска. Город наш находится на юге Красноярского края. Город маленький, провинциальный. Но я хочу сказать на слуху. Вот есть города маленькие, провинциальные, про которые вообще ничего не слышно. А Минусинск я вот сколько слышала. У нас в августе проходит фестиваль. День помидора. Надо посмотреть, обязательно посмотрю. Проходят выставки, выступления творческих коллективов. Еще есть рядом с Минусинском, Шушинское. А, это место ссылки Ленина. Поселок-музей. Летом проводят этнофестиваль «Мир Сибири». Раньше назывался «Саямское кольцо». Тоже интересный фестиваль народного творчества. Вот интересно, но тут далеко же. В этом году все было онлайн. Да, в этом году все онлайн. Мне так было жалко девочку нашу. Ну, Марину, которая, Дашу, которая, ну, опекун Марина над ней. Ну, я рассказывала вам, у нее вся семья сгорела. Представляете, выпускной у них онлайн. Ну, выпускной бывает один раз в жизни. Жалко, да. В 21-м, надеюсь, будет все хорошо с ситуацией в стране. Поэтому хочу пригласить вас, если будет желание. У меня желание всегда есть, милая. Всегда. Ну, вот, не знаю, как. Я бы сама с удовольствием съездила, посмотрела. Да мне даже и не то, что в фестивале. Мне вообще все интересно. Я такая любопытная. Я очень люблю куда-то ездить. Так, продолжайте работу, поведение, поведению канала. Хороший блогер. Нет, я плохой блогер. Хороших блогеров. Оленька, такие заработки. А у меня, получается, YouTube платит тогда, когда вы наберете 100 долларов. Так что я вот почему-то с начала лета стала получать один раз в три месяца. Эти несчастные 100 долларов. Просмотров мало. Я нашла в ленте, когда у вас было 7 подписчиков. Сколько было азарта и желания делать, да. Спасибо, Оля. Ой, и письмо такое прям приятное. Ой, и посылка-то какая. Я уж вижу, что все нужное. О, и кисточка. И скотч. И шишки-то. Ой, и пины даже. Спасибо. Вот за это прям огромное спасибо. У нас тут... Знаете, какие пины продают? Вполовину. Вот самые маленькие, что есть, вот такие попасенькие. Прям вот... Только на мелкие бусины. Все надо как-то выписывать. Все как-то... Ой, спасибо, Оля. Шишков-то, шишков. Сейчас я что-нибудь с ними сделаю. Ой, еще кисточки. Ой, все свернула. Еще кисточки. Ой, это всегда надо. Ой, Оль, ну надо же. Вот та ведь додумалась. Ой, спасибо. О-о-о. Разбилось. Разбилось. Ничего, я склею. На эпоксидку посажу, будет новая. Не расстраивайтесь. Склеим. Сделаем. Я вам все клею. Вон она, видите, у нас... Она вот, держится. Склеим. Ой, и салфетки. Девочки, кстати, я тут вспомнила. Я кому-то обещала салфеток выслить. Давно. Я их случайно обнаружила. Поднималась наверх, ну, на второй этаж. А у меня там, ну, тоже, у меня везде коробки. И смотрю, лежат салфетки отдельно в пакете. Думаю, я ведь кому-то обещала. Забыла. Напишите мне, пожалуйста. Я вам вышлю. Вот, видите, вот, вот салфеточки. Ой, это всегда очень радует. Я хоть их редко сейчас докупажу что-нибудь, но все равно. О, господи. Так, ладно. Это мы склеим. Жалко, конечно. А, еще одна такая. О, спасибо. Наделаю клаше себе. Так куда их ставить? У меня мебели нет такой, чтобы... И вот еще одна такая. Спасибо, Оленька. Ну, прям я не могу, а. Господи. Ух ты. Ох, вся вложилась вся. Ой, господи. Это поросеночек, что ли, в носочке сидит. Видите, какая красота. Ой, бабочков-то сколько. Оль, вы хоть выберите, хоть шарфик себе, что ли. Ну, или чего-нибудь. Я вам вышлю. Что вы, а то вон потратились на посылку. Подумали, главное, обо мне. Вот что ценное-то. О, видите, какая прелесть. Оль. Ну, смотрите, какие колокольчики. А там вот деревенька внизу. Или городок. Сейчас ведь руки зачешутся. С Пасхой. Ой, какая красивая. Богатая какая. Ой, еще кисточки. Ну, все, Оля, прям меня кисточками. И шпатель даже есть. Ой, спасибо. В общем, короче говоря, мои хорошие. Ну, я вот... У меня слов нету, ну. Спасибо, Оль. Ой, прям. Спасибо большое. Спасибо, моя дорогая. Дай Бог здоровья. Так приятно. Ой, девчонки, как приятно. Тут вы не представляете. Меня посылки такие вот прям до слез меня вот трогают. Понимаете? Потому что... Ну, вот чужие люди, да? Какие же уже чужие? Уже не чужие, получается. Над вашим предложением, Оленька, я подумаю. Надо как-то, да. Мне самой очень любопытно. Очень интересно. Ну, что, мои девочки, на этом все. Пойду все разбирать по своим местам, раскладывать. Спасибо большое, Оля. Спасибо. Вот прям вот поклон до земли. Спасибо, дорогая моя. Ну, и пока-пока, мои дорогие. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо.